Презентация фильма «Сестренка» прошла в Махачкале. Это история о борьбе с трудностями, становлении личности, пронизанной светлыми идеалами доброты и дружбы. Общечеловеческие ценности показаны через взаимоотношения детей, переживающих горе войны. В Дагестане показы приурочили к 76-й годовщине победы в Великой Отечественной войне и предстоящему в 2023 году столетию Расула Гамзатова. Детали у Анжелы Гасановой. Беззаботная жизнь детворы в небольшом ауле. Счастливое детство главных героев омрачает только война. Мама маленького Емиля неожиданно уезжает в город и возвращается назад с украинской девочкой по имени Оксана. Она не знает башкирского языка и поначалу тяжело уживается с другими детьми. Но потом они с Емилем становятся настоящей семьей и бок о бок проживают тяжелые годы войны. Фильм, снятый по повести башкирского писателя Мустая Карима, получил уже множество наград разных фестивалей. Его посмотрели не только в России, но и в Лондоне, Брюсселе, Вене. Теперь картину увидят и на родине Расула Гамзатова. Они с Мустаем Каримом были большими друзьями. Работу режиссера Александра Галибина называют детским фильмом для взрослых. Это первое российское кино на башкирском языке в большом прокате. В главных ролях Марта Тимофеева, уже известная по множеству ролей, и Арслан Крымчурин. Мальчик пришел на кастинг и сразу покорил сердце режиссера. Роль Емиля первая в его жизни. Актер приехал и на презентацию фильма «В Махачкалу». Самое трудное – это сцена, где я в фильме достаю Оксане Башмачок с плота. Я тогда не умел плавать, но мне приходилось в воду холодную лезть с головой. Но даже и день такой был ветреный. Мы снимали где-то дубли шесть. Приехал в Дагестан также внук поэта, учредитель фонда имени Мустая Карима. С Расулом Гамзатовым его дедушка не просто дружил. Поэты были созвучны в своем творчестве, транслируя миру гуманистические ценности и идеалы. Сколько я себя помню, я помню дядю Расула, его замечательные стихи, его замечательные заветы. И сейчас, когда мы находимся на пороге столетия Расула Гамзатова, очень хочется, чтобы дагестанцы, земляки Расула увидели этот фильм. И еще раз вернулись к тому времени, когда были живы два поэта двух народов. Перед началом показа прошло торжественное открытие. К гостей приветствовали ансамбль лесгинка и башкирский кураист Юлай Касимов. Первые зрители-сестренки, деятели культуры и школьники. Ведь это все на реальных событиях. Такие случаи были повсеместны. Они были и в Дагестане, и в Средней Азии, и в Башкирии. Но вот, как и Мустай Карим, перенес это на башкирскую почву, и это прозвучало. И сам фильм тоже замечательный, и актерский состав, и сценарий. Создатели фильма добавили в сценарий некоторые эпизоды, которых нет в первоисточнике, но бережно отнеслись к знакам и деталям. Сохранили дух повести и язык Мустая Карима. Анжела Гасанова, Гаджи Ибрагимов, Рамазан Амаров. Время новостей.